Хотите купить дешевые робоксы, а главное безопасно и выгодно? Тогда вам на сайте robox.peer. Тут есть покупка робокса в методом трансфер, а также приобретение премиума на ваш аккаунт. Ссылочку на данный сайт оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Хей, лоу, народ, с вами Кекс Девинтер, и сегодня мы начинаем играть в Project Slayers в Роблоксе. И сегодня я хотел бы взять небольшой гайд для новичков по этой игре. Что ж, ну перед тем, как мы начнем, я хотел бы попросить вас поставить лайк и подписаться на мой канал. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все мои новые ролики. Что ж, начнем со стартовой деревни. И для начала давайте я покажу вам, как купить вашу первую катану, и точнее даже как заработать на нее ваши первые деньги. Что ж, для покупки катаны вам понадобится 500 вон, и как вы можете быстрее всего их заработать. Вы идете на рисовую ферму, как видите, здесь у нас рисовая ферма. Дальше берете квест у этой сары. Дальше вы берете квест и просто подходите к вот этому рису, нажимаете пик и собираете рис. Всего за один квест вы должны собрать 4 риса, и за этот квест вам дадут около 100 монет. Да, как видите, я выполнила, мне дали около 100 монет. Таким образом вы можете нафармить для себя 500 первых ваших коинов. Вообще здесь они называются вон. После того, как вы накопили ваши 500 вон, вы заходите к вот этому вот мужику. Вы видите, что здесь показывает 160 метров, и сейчас мы должны зайти к нему в кузницу. Так, вот мы и зашли в кузницу, и здесь вам не нужно с ним говорить, просто подходите и выбирайте катану, которая вам больше нравится. Либо же голден катана, либо же, ну вот голден катана уже стоит 1000, либо же вы можете купить грин катану за 500. Это уже ваше решение, например, я куплю голден катан. Честно говоря, не знаю, есть ли у них какие-то отличия, если не ошибаюсь, то только визуал. После того, как вы купили вашу первую катану, вы подходите к вот этой вот девушке по имени Соми. И вы сразу нажимаете на скип то квест 3. Сразу же, думаю, берите крейти квест, поскольку первый квест для вас будет слишком легкий, даже если у вас первый левел, все равно, думаю, вы сможете победить этого босса. Теперь вы подходите вот сюда, и нам нужно будет разобраться с боссом по имени Зуко. Как видите, вот бандит Зуко. И с ним очень легко разобраться, то есть, если вы даже новичок, у вас первый левел. На самом деле, с ним очень просто драться. Просто ставьте блок, когда он вам подходит, и после этого просто бейте его. А именно, вы можете выбить с него вот такое ожерелье, просто выбираете его в панели и нажимаете по экрану для того, чтобы одеть. Также здесь вы сможете прокачивать ваши кулаки. Как видите, здесь есть деревянные колоды, вы можете просто подойти и начать бить их вашими кулаками, за что будет прокачиваться ваше Фист Мастери. Можете просто поставить автокликер, отойти от компьютера и таким образом прокачивать ваши кулаки. В общем, по поводу босса, мы к нему вернемся. И что вам нужно делать? То есть, просто берете вот эти квесты и убиваете этого босса, пока вы не наберете 10 уровень. После того, как вы наберете 10 уровень, вам нужно будет найти пещеру, и сейчас я покажу вам, как нам туда добраться. В общем, вот наша деревня, и вы просто идете вперед. Просто идете вперед и никуда не сворачиваете. Вот мы пришли, и смотрите, здесь вот такая вот пещера, и перед входом этой пещеры находится квест-гивер. То есть, вы к нему подходите и берете квест. Он дает вам квест, который доступен только с 10 уровня. И теперь вы просто забегаете в эту пещеру, вам нужно будет сражаться с демонами. Забегаем вот сюда вперед, и здесь у нас находятся три демона, которых вам нужно убивать. Также с этих демонов могут падать их рога, и вам их важно собирать. Что же, сейчас я покажу вам второй способ для зарабатывания денег, а также где мы можем потратить наши демон-хорды. В общем, вот это вот как раз наша основная дорога, которая ведет нас в начальной деревне, и куда вам нужно идти. Мы просто сейчас идем вперед, потом, когда видим такой бамбук, заворачиваем, и дальше снова идем вперед. Кстати, вот таким вот челикам вы можете подходить, и вы сможете у них телепортироваться в любую деревню, которая у вас сохранена. Например, вот Кирибати Виллой. Что же, вы идете вперед, пока не встретите вот такую вот лестницу, и дальше вы просто поднимаетесь по ней. Это Ушумару Виллой, здесь вы можете поставить с беспокой. Смотрите, вот как раз где мы можем потратить наши демон-хорды. Вот здесь у нас есть клоус, мы можем нажать и купить их за 250 демон-хорды. Что же, ну сейчас я покажу вам, как я нафармил дофига денег, и как можно вообще фармить деньги здесь, помимо риса. Короче, подходим к вот этому вот рыжему пацану, и здесь у него можно купить удочку. Удочка стоит 2500 вон, то есть вам перед этим придется немножко попотеть, чтобы набрать, но потом, когда вы купили удочку, вы можете подойти к нему и продать вашу рыбу. Как видите, стоит она довольно дорого, то есть вы сможете зарабатывать с этого много. Но не все знают, где пользоваться удочкой. Я тоже не знал, потом я долго искал, но поэтому сейчас я покажу вам, где мы можем пользоваться удочкой. Итак, мы выбегаем с этой деревни и бежим вперед. Бежим вперед, пока здесь не будет вот такая гора. Дальше мы можем заметить вот такие фонари, и мы бежим к этим фонарям. Ну и здесь будет вот такой вот мост, и если вы станете вот сюда вот, то здесь будет речка. Вы просто тыкайте, и получается, закидывайте удочку. Ну и сейчас я покажу вам, как ловить. То есть вам не нужно ничего следить за поплавком, это все не нужно, просто ждете, пока у вас будет клевать. Все, вот, теперь у меня клюет, смотрите, теперь вы должны нажимать на белый кружочек, когда вот эта желтая линия находится на синей штуке. То есть вам нужно ловить тайминги, нажимать на белую кнопку, и таким образом вы сможете вытащить рыбу. Дальше, для того, чтобы получить за нее деньги, вам нужно пойти к этому рыжему пасу и продать ему рыбу. Вот, также на начале у вас будет вот такая карта, которая покажет вам, куда нужно идти, для того, чтобы добраться до определенной локации. Например, вы посмотрели, как он-то ролики на ютубе, что там, для того, чтобы получить дыхание, допустим, нам нужна локация Кобивару Виллы. Вы просто нажимаете кнопочку Unlock, для того, чтобы вам стрелочка начала показывать, куда вам нужно идти, для того, чтобы прийти в эту деревню. Разблокировать каждую локацию стоит либо 75 робоксов, либо же 1200 вон. Но для начала у вас будет 2 мапоинта бесплатно. Что ж, ну да ладно, думаю, что на этом мы будем заканчивать наш ролик. Спасибо огромное, кто посмотрел. У нас с вами был Кокси Винтер, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока, пока!